здравствуйте за более чем 200 летнюю историю электричество глубоко проникла в нашу жизнь принесло нам комфорт и безопасность безопасность к сожалению электричество несет с собой и серьезные опасности удар током пожар электромагнитные поля как обезопасить себя от электричества случайно попавшего на корпус нашей бытовой техники зная что ток течет по самому легкому для себя пути из всех возможных мы можем защититься либо человека одеть костюм и перчатки не пропускающий ток либо току предоставить путь мимо человека второй вариант явно лучше этот принцип и лежит в основе защитного заземления также работает заземление заземление обеспечивает электричеству неожиданно оказавшемуся на корпусе электроприбора путь на выход выходом для электричества является наша земля земля это не только хороший проводник электрического тока но одновременно и противоположный полюс для тока в нашей электропроводки поэтому электричество изо всех сил старается попасть на землю тут главное не оказаться на его пути заземление состоит из металлического штыря забитого глубоко в землю и проводников соединяющих этот штырь с металлическим корпусом всех электроприборов в доме если из-за неисправности на корпусе какого-то не хорошего электроприбора появится опасное для человека напряжение то она уйдет по заземляющему проводу прямо в землю и человек не пострадает защитное заземление обеспечивает защиту тем что опасное напряжение на корпусе неисправного электроприбора стекает на землю по заземляющим проводам и тем самым это напряжение снижается до безопасных значений если же ток стекающий на землю достаточно большой то при этом еще и отключится автомат от этой линии а значит опасное напряжение выключится полностью а зачем узо если есть заземление а вот если ток стекающий на землю недостаточно большой чтобы отключился автомат тогда узо и отключит неисправный электроприбор от опасного напряжения это произойдет потому что узо срабатывает на значительно меньшую величину тока утечки чем ток отключения автомата защиты узо дополняет работу заземления делает защиту более полной кто придумал заземление удивительно но еще в 1752 году выдающийся американский политик и ученый бенджамин франклин изобрел молнии отвод принципы работы которого и легли в основу современной системы защитного заземления способ этот таков писал сам франклин возьмите тонкий стержень каким например пользуются гвоздильщики длиною достаточную для того чтобы 3-4 фута одного конца опустить во влажную землю а 6 7 другого поднять над самой высокой частью здания к верхнему концу стержня прикрепите медную проволоку длиною фут и толщиной связальную спицу заостренную как игла стержень можно прикрепить к стене дома бечевкой шнуром на высоком доме или амбаре можно поставить два стержня по одному на каждом конце и соединить их протянутой под коньком крыши проволокой дому защищенному таким устройством молния не страшно так как острие будет притягивать ее к себе и отводить по металлическому стержню в землю и она уже никому не причинит вреда сейчас заземление это важнейший но не единственный элемент электробезопасности которая включает в себя собственно заземление узо и дифавтоматы а также правила безопасного использования электроприборов и многое другое все эти элементы дополняют друг друга создавая высокий уровень защиты человека от незаменимого и опасного электричества если видео вам понравилось обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и следите за новыми видео спасибо пока